English, motherfucker! Do you speak it? Top 5 марафонов или топ 5 курсов, которых я разбирал. Я бы хотел сказать топ 5 инфо-цыган, но это, наверное, слишком грубо. Я все-таки блогер в каком-то плане, поэтому топы должны быть, так что... Лего, 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 поехали, ёу! Пятое место! И, наверное, пятое место будет весьма очевидным. Я бы не сказал, что это прям вот совсем обман-обман, но, тем не менее, этот человек, он дал буст моему каналу, ролик с ним набрал огромное количество просмотров, поэтому я, собственно, хочу вам рассказать о Дмитрии Петрове. Я профессиональный переводчик, профессиональный лингвист. Занимаюсь синхронным переводом на ряде языков. Обучаю этому других. И постепенно выработался какой-то подход, какой-то механизм. Причем, надо сказать, что наблюдается такая прогрессия. Каждый следующий язык требует меньше усилий, меньше времени. Язык, с которым я довелось сталкиваться, был язык, который я специально учил для телевизионной программы. Это был китайский язык. Я занимался им три года назад. И сколько времени у вас пошло? Три месяца. Считается, это... Ну, гонг это вот что-то связанное с делом. Помните, что гонг дуо? Это работа. Это тот же знак. Говор жителей Пекина и во всю вот эту северную часть Китая. Там они еще добавляют вот после этого N там. В принципе, среди всех сегодняшних кандидатов его можно было как бы выкинуть, потому что есть люди и пожестче, но я не мог оставить его в стороне. Во-первых, потому что это дополнительные просмотры, дополнительные нагоны аудитории, дополнительные комментарии о том, что я говноед и Дмитрия нужно любить и уважать. Но, во-вторых, потому что, как я уже сказал, он дал старт, знаете, такое второе дыхание моему каналу. Поэтому, собственно, не могу я остаться без него. В целом, как вы уже знаете, уроки Дмитрия Петрова это не то, чтобы прям шарлатанство, да? То есть, там реально можно найти какую-то информацию, но с очень сильными оговорками, потому что там ошибок немерено, некоторые языки он не знает. В принципе, например, тот же самый китайский. Вот если бы я рассматривал Дмитрия Петрова только с точки зрения китайского, он бы был на первом месте, потому что, когда человек настолько сильно не знает язык и вообще в принципе не может никак на нем ни говорить, ни писать, ни вообще ничего не может делать, но при этом выходит его и преподает, то тогда, конечно, задается вопрос, ты кто? Почему ты решил вообще это сделать, да? Что касается английского, да, это самый популярный ролик у него на канале, поэтому там действительно есть какая-то грамматика, которую можно взять, да? Но, но тем не менее, там огромнейшее количество ошибок, как фонетических, так и грамматических. Урок сам по себе не простроен, сам по себе урок выглядит просто как перевод одних фраз и других фраз, но причем все это предоставляется как нечто уникальное и какая-то гениальная методика самого Дмитрия Петрова. Поэтому вот, пожалуйста, человек, который дал второе дыхание этому каналу, Дмитрий Петров и его языки, за 16 часов занимает нас пятое место в нашем сегодняшнем топе шарлат... Топе разборов курса от бородатого лингвиста за 2020 год. Да, название, конечно, такое себе, но тем не менее, почему бы и нет. Четвертое место. Четвертое место, здесь на самом деле все довольно интересно, потому что она уже вроде как исправилась, эта девушка, она уже свой курс как-то расширила, она добавила туда уже нормальные информации, но в этот курс я вставляю именно то, что я разбирал, а то, что я разбирал тогда, это было просто полная жесть. Этот мем ходит до сих пор о том, какие три методики должны существовать, когда вы создаете свой курс. Я разделила методики на свои три. Первая методика это фундаментальная. Фундаментальная методика это та, которой пользуюсь я. Это когда вы берете язык и закладываете его в голову вашему студенту, прям с самого начала до самого конца. То есть вы берете его за ручку, говорите, окей, я научу тебя языку и идете с ним с самого начала до самого конца, от точки А до точки Б. Я специализируюсь больше всего на итальянском языке, поэтому я просто взяла все темы итальянского языка, вообще все, все части речи, все наклонения, все времена, расставила их в правильном порядке, от самого простого до самого сложного. Каждой части речи, каждому обороту, каждому предлогу у меня есть мной лично написанная теория, записанное видео к этой теории, и, соответственно, этим главным курсом я пользуюсь уже давно, то есть я постоянно его меняю, добавляю, но это основной фундамент. Следующая методика — это дружеская. То есть эта методика, там, не знаю, когда вы пользуетесь чем-то сторонним, то есть вы берете какой-то основной учебник, он вам очень нравится, вы думаете, так, этот учебник отлично подходит, и с этим учебником вы идете со своими студентами. Чаще всего в таких учебниках совмещается и граматика, и лексика, то есть у ученика, по сути, не возникает какой-то конкретной структуры языка. Третья, последняя — это методика попрыгунчик. Теорию я просто терпеть не могу. Это когда к вам приходит ученик, и вы начинаете с ним прыгать с темы на тему, когда у вас вообще нет понимания, что, зачем идет, и вам кажется, что да ладно, какая разница, главное правильно объяснить, а вот порядок тем уже не важен. Это когда сегодня ты берешь кондишнл, завтра ты даешь ему презент, а потом ты даешь ему вообще какой-нибудь паст, и в итоге у ученика происходит полная каша в голове, он что-то зазубривает, что-то использует, но у него полное непонимание, зачем это нужно, что, зачем идет, в итоге у него возникает ненавидь к языку, паника, и он перестает учить язык, и от вас тоже никакой пользы он не получает. Этот ролик породил огромное количество мемов, и на самом деле огромное количество бугурта, потому что люди, которые сдавали Селты, Делты, ТКТ, Тесол и всякую такую фигню, да, ну не фигню, но вы понимаете, те, у которых есть дипломы, которые дрочили в универе методику и как бы преподают, имеют опыт преподавания, и когда им говорят, что оказывается, оказывается, свой курс там можно сделать только с помощью трех методик, и самое главное, цены побольше брать, и не стесняться этого, потому что вы точно не самозванец. И когда люди купили этот курс, они, конечно же, бомбанули, потому что, когда вас просто учат продавать, они делают свой курс, это, конечно, интересно и забавно. Но, опять же, повторюсь, вроде как Кейт исправилась, мне скидывали ее курс, там уже взята информация из книжки Скотта Торнбери, то есть там уже некоторые методики, они более подробно расписаны, некоторые не подробно расписаны, но, тем не менее, там хотя бы уже что-то есть. Я надеюсь, она еще более подробно расскажет, как работать в Вегасе, ОБСе, Файнал Кате и так далее и тому подобное, чтобы курс был вообще неплохой. Ну, не знаю, про продажничество я, честно говоря, ничего не знаю, но, тем не менее, Кейт Финитна занимает четвертое место в нашем топе, которая тоже, кстати, набрала не такое маленькое количество просмотров, но, по крайней мере, этот курс, с точки зрения мемов, мне понравился больше всего. Идем к третьему месту. ТРЕТЬЕ МЕСТО! Чтобы описать курс человека, который у нас на третьем месте, мне не хватит метафор, потому что, знаете, этот человек, он переплюнул всех по созданию метафор различных сравнений. И так полагаю, что эти его сравнения как-то должны подкреплять его точку зрения, потому что, когда он сравнивает занятия спортом и занятия языком, да, у него в его голове это кажется чем-то логичным. Центра внимания. Именно для постановки навыка. Самая большая ошибка, которую делают люди, говорят, я научусь водить. Зачем отдельно отрабатывать повороты, отдельно отрабатывать торможения, разгоны? Давайте просто водить, вот как таксист. И тогда я отрабатываю каждый момент времени и внимание, и зрение периферина, и торможение, и разгон, все вместе, еще и воедино. Замечательно, только эффект от отработки каждого из них в сотни раз ниже, чем если изолировать. Весь профессиональный спорт держится на изоляции. Изолированные упражнения. Те, кто играет в футбол, они не поддерживают, что не играют в футбол. Они большую часть времени тренировки не играют в футбол, а отрабатывают какие-то определенные действия. Бег, общий физическая подготовка, либо какие-то навыки. Передавать пас, ловить мяч, изолированные упражнения. Чем больше вариантов, тем меньше мы отрабатываем каждый из них. Почему боксеры, полгода того боксер, который полгода занимается боксом, намного опаснее, чем человек, который занимается 3 года карате? Количество часов опыта в карате больше у другого человека. Но почему все боятся боксеров? А потому что боксеры все свое время отрабатывают в основном только технику рук. Это первое. А во-вторых, у них основных 4 удара. И на каждый из этих ударов они тратят намного больше времени, чем обычный каратист тратит на каждый из своих ударов. Аналогия. Как ты, как ты надоел уже своими аналогиями. Это, вот это действительно... Если вы едете по шоссе, вряд ли там много светофоров, потому что нужно будет останавливаться, ехать дальше. Если у вас через каждый 10 метров светофор, какой-то зеленый, какой-то красный, далеко вы не уедете, вы не разгонитесь. Поэтому вы пропускаете. Как понять, что курс Николая Ягодкина говно? Тут все очень просто. Нужно обратиться к животным. Вы знаете, как тигр ищет свою жертву? Он подкрадывается тихо, незаметно, он обнюхивает, а потом хватает и раздирает жертву и ест ее. Вот точно так же мы должны разбираться в курсе Николая Ягодкина. Мы должны аккуратненько, потихонечку подходить к его каким-то основным моментам. А когда мы увидим, что там просто одна частичка мнемотехники, которая разведена до абсурдизма, да, мы просто берем и уходим оттуда. Примерно вот так вот звучат все лекции Николая Ягодкина. Просто какая-то чушь, которую он сравнивает с другой чушью, которая ничего не подтверждает или, как правило, может даже вообще опровергнуть его слова. Когда он также преподает китайский, пишет иероглифы совершенно неправильно, пытается их как-то связать с изображениями, пытается их как-то связать с цифрами арабскими, то есть китайские цифры с арабскими цифрами. Ты на это все такой смотришь и такой, е-мое, ну как же у тебя наглости-то все это хватает говорить. А на деле, что мы имеем? Мы имеем огромное количество мнемотехники, которая вырвана из общей системы. И, собственно говоря, надрочка, надрочка английских слов через русские слова, то есть просто метод ассоциации, который, опять же, который возведен до такого абсурда, что просто даже смотреть тяжело. Но, тем не менее, даже у него находятся защитники, которые считают, что он гений, что вот это реальный, отличный способ выучить язык, что реально можно выучить 100 слов за час и реально это вам прям пригодится. Ведь это не просто набор звуков, которые вы запоминаете, да, это вы реально сможете ими пользоваться и реально это прям полезно и офигенно. На самом деле, с Николаем Ягодкиным у меня тоже довольно интересная история. Под его роликом мне начали писать первые негативные жесткие комменты, потому что, ну, если что касается Алекса Рубнова, я там это ожидал. Там, как правило, ничего интересного, да, но здесь прям, знаете, очень такие жесткие комментарии, и я постоянно сомневался. Ну, может, я не прав, может, я где-то что-то не так сделал. Потом я смотрю его курс, который мне скинули, и там... Та же самая понебельник. Либо я с ума сошел, либо мир как-то неправильно функционирует. Ну, в общем, да, Николай Ягодкин у нас получает третье место, заслуженное третье место, заслуженную бронзу с его тупостью, с его сравнениями и так далее и тому подобное. Ну, а мы переходим ко второму месту. Второе место. Почетное серебро. Человек, которого разобрать меня просили очень и очень долго. На самом деле я долго мешкался, потому что я не знал, что еще там рассказать. Но, когда я зашел на ее вебинар, когда я зашел на ее курс, я, честно говоря, охренел. Если Петров в своих курсах на, между прочим, федеральном телеканале рассказал только один способ, как немножечко так зашквариться и затупить, если вдруг вы захотите сказать слово акция. Привет! То Айше, она просто довела это до самой чуши. Потому что она это использовала практически со всеми словами. Если он оканчивается на АЯ, если он оканчивается на ИИ и так далее и тому подобное. Я даже не могу сейчас запомнить все это, но это просто жесть. В русском языке существуют тысячи слов, которые заканчиваются на А и на Я. Например, перспектива, интрига, рутина, гарантия, призма и многие другие категории, банкнота, молекула. Пять тысяч из этих тысяч слов переводятся на английский просто тем способом, что мы убираем окончание А или Я. То есть просто убираем последнюю букву. Представляете? Например, всем вам знакомо слово проблема или система. Как мы это скажем? Problem system. Problem system. То есть что мы сделали? Мы просто убрали последнюю букву. Но при этом, конечно, стараемся немножко на английский манер произносить. То же самое в пяти тысячах слов. Представляете? Перспектива. Можете вместе со мной повторять. По-английски perspective. Перспективный. Просто убираем НИ и у нас получается perspective. Причем неважно перспективный, перспективная, перспективное или перспективные. Нет, вот рентабельный как раз таки исключения. Perspective. Примитивный. Пробуйте со мной. Примитив. Вы просто убираете окончание primitive. Интуитивный. Интуитив. Такого говнища я не видел вообще ни разу. И самое смешное, что в комментарии тоже написали офигенный коммент, который я просто не могу вам не зачитать. Как выучить один миллион слов в английском за одну секунду? В английском языке есть удивительное слово. У него миллион значений. Выучив всего одно слово, вы выучите целый миллион. Ничего подобного в русском языке просто нет. Это слово one и множественное число once. Your car is good, but this one is better. Give me this one, please. You're welcome. И да, действительно, знаете, можно же просто выучить одно слово и все, вы знаете практически весь английский. Вам уже практически ничего не нужно знать. То есть вы уже все знаете и вам уже все понятно. Но что касается ее курса, который стоит ни много ни мало, около 18 тысяч или где-то так, ну что-то такое, да, то там, ну просто жесть, просто собрано всякое говно. Мое любимое это подготовка Кайлс и бизнес английский, где просто взяты ссылки на какие-то рандомные сайты. А то, что она дает по грамматике, есть у нее же в бесплатном доступе. То есть вам продали все то, что уже есть на ее канале или все то, что она говорила в марафоне. То есть она вам просто продала ту же самую информацию второй раз. И такого мошенника я просто вообще, ну это заслуженное второе место, потому что настолько много чуши и идиотии, ну тут просто не представить. Я не знаю, я пытаюсь перебирать всех, кроме того, кто находится на первом месте, и я просто не могу найти, потому что это просто жесть. Это очень и очень плохо, и я надеюсь, что никто и никогда не будет покупать этот марафон. Так что, Айше, я вас поздравляю с почетным вторым местом. Первое место. Ну и первая барабанная дробь, это же, конечно же, марафон Дианы. Верно, это марафон Дианы. Ребят, я сначала еще думал, может Курчанова поставить, но нет, все-таки Курчанов, он как-то, ну он хотя бы адекватно со мной пообщался, да, он хотя бы написал в комментариях, он хотя бы как-то, ну вот он верит действительно, что его этот курс, он действительно курс. Ну ладно, окей, хорошо. Курчанов там не так все жестко, он хотя бы дал какие-то видео для... Ну тоже, конечно, говнище, на мой взгляд, но Диана, Диана это просто шик. Потому что, во-первых, все начинается с ее лыжи, что у нее есть Делта, во-вторых, мне там слили, что кажется, что она купила что-то там в отделе образования, и сейчас у нее есть возможность преподавать по этим методикам, методикам, понимаете, да? Ну марафон Дианы, тем не менее, как мне говорят, это лучшее, что есть у меня на канале, потому что я его часто разбираю чуть ли не на цитаты, но тот мем, который у нас стал на канале, это марафон Дианы, это, конечно же, лучшее, что я, наверное, мог как-то придумать. Действительно, что же нам предлагает Диана? Диана нам просто предлагает делать то, что вам нравится. Хотите смотреть фильмы? Смотрите фильмы. Хотите слушать музыку? Слушайте музыку. Хотите общаться с иностранцами? Общайтесь, пожалуйста. И все это под таким соусом того, что она не учитель, она тренер, она вам дает инструменты, она вам помогает, она вас сподвигает на то, чтобы что-то делать, но нет, чтобы дать какую-то информацию. Этого нет. Нужно вас сподвигнуть на действие. Это самое главное. Плюс, опять же, забавляйте все какими-то психологическими или псевдопсихологическими штучками. Я там особо сильно не разбирался, где вы просто рисуете цветами, где вы делаете кроссворды, которые никак не связаны с английским языком. А если даже и связаны, то они просто вырваны из контекста, они вырваны из системы, и поэтому просто невозможно на это смотреть, и поэтому просто невозможно заниматься. Но если вдруг заметили какие-то ошибки и неточности, то если тебе вдруг кажется, что тобой найдена какая-то ошибка, помни, это марафон Дианы. Она продумала все. Возможно, ошибка, и они просто будут в некоторых заданиях специально туда включены, это тоже способ тебя расшевелить. Напоминаю, здесь все, это не банальные какие-то, не примитивные способы. Я вот все вот так вот хитро и интересно придумала. Поэтому, если хочется что-то, мне кажется, здесь что-то не так, подумай, а зачем, может быть, что-то нужно потренировать этим не так. Да, это она все так специально сделала, чтобы вам было хорошо, чтобы вы все поняли. Так что да, марафон Дианы, это, я считаю, мой лучший ролик, причем она первая, кто мне вот так вот ответила, знаете, в таком негативном томе, я даже сделал на ней два ролика, поэтому это очень здорово. Поэтому это очень здорово. Оба ролика собрали хорошо просмотров, можете посмотреть, пересмотреть. Я просто понял, что я просто хейтер, я завидую, я ничего не понял. Как говорил Михалков, он ни хера не понял. Вот и я тоже, собственно говоря, ни хрена не понял. Ну, в общем, вот такой вот получился топ под конец года. Я решил вас обрадовать вот таким вот разговорным видео. Я надеюсь, вы повеселились, пока вы там, я не знаю, готовите оливье. Хотя 30-го числа кто-нибудь еще готовит оливье, но тем не менее. В общем, 31-го будете готовить оливье, и вот будет последнее то видео, которое как раз-таки последнее в этом году. Я расскажу о том вообще, что случилось за этот год, как поднялся канал, и что я буду делать в следующем году. Ну, а на сегодня все. Еще раз спасибо за просмотр, с наступающим вас Новым Годом. Всего вам хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии, и ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком изи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok